Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир, нет войне! Сегодня у нас на улице Shadow Beavercraft Tools И самая основная, конечно же, интрига Выдержат ли вот эти вот оригинальнейшие, я по-другому бы не сказал Вогнутые сканди, какие-то серьезные тренировки Твердые деревяшки У меня нет совершенно никаких сомнений в том, что 10 мм сезалевая веревочка у нас сейчас перережется в легкую Единственное, что, как вы знаете, я последнее время тут себе по-хитрому обматываю веревку вокруг кисти Так, чтобы снизить нагрузку на кисть, собственно говоря Даже не на кисть, что это у нас? Ну вот предплечье, запястье получается, на запястье, да Но я сейчас пришел и увидел, что веревочки осталось совсем мало на несколько ножей Поэтому будем по старинке, будем, как говорится, пускай нож выручает, правильно? Работать должна все-таки правая рука, а не левая в данной ситуации Ну вот я сейчас, именно жалеючи себя, совершенно в легкую, таким легким давлением веревочку прошел Прямо вот так на ура И, конечно же, давайте смотреть, что там будет у нас по твердым деревяшкам Ну поехали! Как вы видите, у нас диаметр полена практически как... Я надеюсь, что вы хоть что-то видите, потому что, как вы видите, тень пришла ровно на наш тестовый пенек А дальше у нас освещение Ну, посмотрим Так вот, фишка в том, что... Фишка в том, что у нас, как бы, практически полностью на длину клинка диаметр полена Тут вот буквально чуть-чуть, сантиметр выступает Поэтому, конечно же, мы будем использовать клинья Для того, чтобы как-то что-то здесь набатонить Плюс, помимо того, что мне самому нужна какая-то березонька для своих здесь дел У меня здесь рядом мастеровой народ Что у тебя сегодня за нож с собой? Морра-скаут Морра-скаут Вот, с морра-скаутом И ждет от меня какого-то именно тестового такого материала Чтобы сделать тоже самому, попробовать лопаточку Безусловно, ну, не лопаточку, а что-то такое Вот уже даже на березе Береза у нас норвежская Урожая, если мне не изменяет память Наверное, вот это вот я нашел, полежка Это где-то года три получается Потому что позапрошлом году я привез совершенно беспонтовый клен В прошлом году я привез березу Но эта береза явно из предыдущего захода Вот, и уже сейчас прямо по звуку слышно Что Вот Сама по себе кромка Она Хрустит Как не в себя, как говорится Так С помощью колышка Мы пытаемся сейчас Что-то сделать И у нас Даже здесь Что-то сделать получается Единственное, конечно, здесь, во-первых Скручивается Сама по себе Деревяшка Во-вторых Такой Нифиговый там Вот видите, о чем я говорил, ребят Мало очень Здесь мало Совсем Остается Кончика И дело не в сопротивляемости ножа нагрузкам А в том, что, в принципе Ну, не попадаешь Слишком мало остается Ну, по большому счету В этом нет какой-то вины именно Ножа Здесь уж Сколько есть клинка Столько есть Давайте как-то выдумывать Что мы будем делать дальше 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 мы можем Сделать Вот таким способом Просто Нафиг Отломать Посмотрите, насколько Здесь Именно вот В районе Сучка Насколько Эта береза Дико Упругая получается Прочная Потому что Ну, это какой-то Это что-то Что-то с чем-то Вот у нас Сучок Так И сейчас Немножко тебе зачищу Так, чтобы у тебя не было Именно Занос Потому что Бери Бери аккуратно Здесь Я прям чувствую Что могут быть занозы Ну, поэтому Сильно Не хватайся Так Ну, вот это место Тебе специально Оставлю Может, ты его Как-то обыграешь Там, где Сучок был Держи Заготовочку Этот Лопатку Ножик Что угодно Ну, вот какая-то была Промежуточная Пытался лопатку сделать Ну, это не Это не лопатка Это скорее колышек Ну Но тоже очень-очень Хороший получился Да, очень Колышек получился У тебя на славу Так Ну что Давайте пытаться Все-таки Что-то продолжаем Продолжаем Что-то пытаться Делать здесь Потому что Теперь нужна Уже Досочка И папе тоже Так Какой у тебя Любимый нож Именно твой Из твоих Нож Скаут Скаут? А как же Элдрис? Ну, Элдрис мне тоже Нравится Ну, хорошо А как же Маленький плотник От Розелли Тоже нравится Так Что-то от меня Допутываешься Сейчас Я Садишь У меня Как Нагрузка Конечно Идет здесь На Нагрузка Идет На кромку Просто дикая Потому что Нож у нас Выкручивает И потом Как вы видите Я Перерубаю Вот этот Самый Сучок И конечно Я Очень Очень Сегодня Выбрал Непростое Полено Для теста Учитывая То что У нас В обусе Нож Ну, совсем Не качок От слова Совсем У нас Получается Так что Именно Еще и Клинок Во время Вот этого Импровизированного Батонинга Выкручивает Будь здоров Как Мне это Перестает Нравиться Я Потихоньку Начинаю Закипать Потому что Казалось бы Очень Простая Какая-то Деятельность У нас Начинает Занимать Крайне Много Времени Так Давай Попробуем Теперь Вот таким Образом Будь аккуратен Если у тебя Такая штука И может У тебя Может Случится Такая У меня Нет Такой Штуки Просто Немножко Держи Руку На отлете Не на отлете Вот Да Вот правильно До Больстера И все Будет тебе Счастье У папы Здесь Другой Процесс Как ты Видишь И Ничего Не Получается Все Все Как-то Идет И ведь И не Выразишься И не Скажешь Как Идет У папы Процесс Ну Лучше Даже На камеру Не говорить Ну Лучше Не говорить Да Ты прав Вообще Пора тебе Уже Мое место У камеры Занимать А то Что-то У меня То Левая половина В этом году Совсем Я еще не блогер Так что Совсем Нехорошо Себя Чувствует Потому что То Левая Запястье То Левый Локоть Сейчас Плечо Буквально Все Что Можно Улететь Все Улетело Да Чтоб Тебя Вот Она Норвежская Березонька Олд Скуль На Я И Ничего Ты с ней Не поделаешь Ну Давай Родная Уже Почти Уже Почти Все Ох Клинок Как У нас Пошел Так Ну Ладно Как бы Это Дико Не Выглядело Но Именно Так Мы Будем Сейчас Колоть Вот 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 И Буш Крафтинг Ребята Вот Вам Как Говорится И Изобретения Всяческие Что С одной Что С другой Стороны Замечательно Замечательная Полена Мы Его Обязательно Добьем Так Как Мы Его Добьем Шел Четвертый Год Так Нет Здесь Явно Нужно Будет Что Предпринимать Другое Давайте Тогда Возьмем Вот Такую Красивую Досочку Раз Все Таки Нам Тестировать Как Нужно Толстая Доска Значит И Смотри Сперва Формируешь Ручку Своей Лопатки А Не будешь Делать Лопатку Ну Хорошо Делай Другое Не вопрос По Своему У меня Судя По Толщине Лопатка Не Получится У меня Получится Шлепалка Для Непослушных Поп Как Раз Можно Будет Если Кто-то Себя Неправильно Ведет Или Шалит Можно Будет Взять И Треснуть Как Следует Так Эх Немножко Несимметрично А вот видите Здесь Вот Даром Что Бивер Крафт Тулз Я Когда Беру Именно Я Увидел Что У меня Одно Плечо Пошло Несимметрично Вот видите Я Я Просто Именно Вот Так Вот С Упором Пень Взял И Довырезаю Вот это Место Я Не знаю Ребят На самом Деле Я Могу Сказать Что Здесь Углеродка Она Я Надеюсь Вы Слышите Она Аж С Хрустом Вот так Вот Вырезает Ну Настолько Злая До Дерево Прям Как Волчий Хруст Стоит Такой Ох И Что Самое Удивительное Кромка До сих Пор Еще Живая Красиво А Дальше Что Мож Делать Ты Просто Решил Досочку Сделать Смотри Ставишь Вот так Вот В какой-то Упор В тот Пенек Смотри И вот Так Смотри Ставишь И аккуратно Несильными Движениями Здесь Вообще Сила Не нужна Здесь Главное Вот Просто Проявить Настойчивость И Спокойно Делать Аккуратно Возьми Вот Тот Пенек Так Проще Будет Хорошо Как Скажешь Или Вот Держи Доску Пока Не забываем Что Основная Цель У нас Не показать Какую-то Себе Именно Высокохудожественность Нагрузить Кромочку И Посмотрите Вот На таких Вещах Конечно Кромочка Нагружается Будь здоров Как Так Я так Понимаю Что я Сейчас Все это В пустоту Говорил Потому Что Вы даже И не Видели Что Происходило Ну На тестах Так Бывает Что Делать Так Скруглим Немножко По красоте Сделаем Нашу рукояточку Поперечными Такими движениями Ты если так делаешь То постарайся себе Не сделать Как в прошлый раз Чтоб Потом Поменьше крови Как говорится А то Порезался Кровищи Навалом Молодец Даже голос Не дрогнул Все что Все чего Опасался Это Что Мамка Наругается То есть Все по-мужски Все классно Ровно до того Момента Как Не пришло Время Смазывать Рану Вот тут Как тот Бегемот В мультике Пожелтел Поделенел Так Смотрите Ребята Вот это я называю Бивером Это Действительно Снимает Вот Насколько здесь Короткий Насколько здесь Короткий клинок И он снимает Именно как Рубанком Стружку Вот Наша основная Задача Это именно Дать Нагрузку На Кромку Посмотреть Как Много Долго Выдержит Нож Ох Просто Красота Посмотри Какая Посмотри Какая Стружка Красивая Как в фильме Про Буратино Просто Прикольно На самом деле Прикольно Здесь Можно Лопаточку Даже Нашу Заделать Ее Такую Под углом Потому что Толщина 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 Заготовки Позволяет Скажем так Вот Да Говори Помните Попросить Сделать Мне вот Так Вот А Расколоть Ну смотри Стоп Помнишь Я говорил Это как С пистолетом Никогда Не направляй В себя Нож То же самое Никогда В себя Не направляй От себя Все движения Пожалуйста Так По красоте Все идет Здесь Именно У меня Как-то Не хватает Терпелочки Чтобы Как-то Полегче Снимать Так вот Фишка В чем Фишка В том Что сейчас В Таллине Проходят Дни Старого Города Вот А дни Старого Города Это Ярмарка Ну мы Решили Пройтись По ярмарке И что Бы Вы думали Вот такая Вот Лопатка Именно Вырезанная Вручную Стоит 12 евро Я смотрю И думаю Ну у меня Даже По большому Счету По Аутентичнее Потому что Там Лопатка Вырезана Из какой-то Дешманской Доски У меня все-таки Норвежская Береза Собранная Как говорится Вручную И я такой Думаю Вот Вот оно Что Вот как Можно было А я А я Здесь Понимаешь У меня Все Лопатки Идут По итогу На Растопку А можно Было Бы И Нет Ага Сейчас Я чуть Все Не Испортил Берем И аккуратно Вот это Место Выравниваем Ну Я Ребят Не знаю Что там Будет У нас Дальше По Каким-то Именно Твердым Деревяшкам С точки зрения Нагрузки На кромку Но То Что Здесь Вот Обычную Скажем Человеческую Древесину Нож Этот Просто Обожает Вот Насколько Вот На самом деле Я уже Говорил Что У ребят Из Биверкрафт У них Очень Хороший Видеоконтент И Видно Что Они Прямо Вот С любовью Относятся К тому Что Делают И Видно Что Они Прямо Действительно Вот На Это Вот Сосредотачиваются То Реально Вот Все Вот Эти Вот Все Вырезалочки И Прочее Прочее Вот И Вот Я Когда Этим Ножом Сейчас Работаю Я Прям Чувствую Я Каять В руку Толстая Будет Или Нет Возьми Сожми Молоточным Хватом Сожми Толстоватая Еще Пока Что Толстоватая Значит Это Будет Мой Любимый Нож Для Деревяшек Скорее Всего Но Я Надеюсь Элдрис Будет Не В Обиде Вот Почему Потому Что Здесь Именно Вот Когда Я Говорю Что Каразийно Стойкая Сталь Она Для Таких Как Я Для Лентяев Которые Ну Лишний Раз Там Не Озадачатся Привести Нож В порядок Да Но Здесь Несмотря На Всю Кривость Вот Этой Вот Моей Лопатки Здесь Именно Настолько Идет Подконтрольное Вырезание Вот Ровно Ровно Как Хочется Плюс Помните Толщину Заготовки Изначально Так Давайте Теперь Сделаем Шоу Маст Го Он И Просто Аккуратно Срежем Что Называется Лишний И вот Здесь Конечно Уголь Работает Как Надо Просто Парни Посмотрите Как Маргарин Теплый Просто Именно Вот Поперек Просто Нарезка Нарезка Не строгание А Нарезка Деревяшки Феерично Значит Сразу Говорю По Результатам Лопатки У нас Твердая Пятерка С Двумя Восклицательными Знаками Я не понял За что Ты меня Порезал Сейчас Я тебя Хвалю Уже На протяжении 20 минут Ну так Слегонца Не волнуйся То есть Меня Нет Я нож Хвалил Тебя Я вообще Все время Хвалю Ты вообще Красава Так Не буду Сейчас Промежуточную Бумажку Потому что У нас Как говорится Регламент Установленный Правила Есть Но вот По состоянию На березу Это действительно Более чем Круто Дело даже Не в том Насколько Уродская У меня Лопатка Получилась Дело Ребята В том Что Это было Просто Невероятно Кайфово То есть Я чувствовал Прям вот Углеродку Блин Но это даже Кайфовее чем Лаурин металли Реально Может быть Именно Здесь Вся хитрость Вот в этих Вогнутых Скандиспусках Но это Прям Даже если У вас растут Руки Сами знаете Откуда Это просто Круто Ну и Теперь Немножечко Издевательств Именно Дуб Израильский Дуб Как видите Он весь Такой У нас В мелких Коцках И сейчас Мы Именно Что Буквально Несколькими Срезающими Движениями Даем Нагрузку На кромку Посмотрим Посыпется Не Посыпется Так Пойдет Заравняли Заравняли Это Противнейшее Место Так Дальше Оливка Оливка То же самое Берем Какой-то Участок Давайте Вот здесь Возьмем Здесь у нас Сучок И по сути Это все равно Что гвоздь Встретить Опа А вот это Я зря сделал Одним движением Можно запороть Все Почему? Потому что На сверх Твердой Оливке Сучок Это действительно Твердость Гвоздя Но самое Главное Здесь Срезать Ровными Движениями Без Выламываний А я Одно Такое Движение Сделал Так Окей Теперь Следующий Момент Вот дальше Идет Совершенно Все неправильно Парни Почему? Потому что У нас Для Такой Железки Для Такой Кромки И такого Кончика Кокосинг Это Заведомое Убийство Ножа То есть Я понимаю Я еще раз говорю Я не адепт В авухе Но я понимаю Что ножу Сейчас придет Кромки Капец Но Очень уж Хочется Его вывести В золотой фонд Потому что Вот он полностью Заслуживает Рубрики Золотой фонд Что характерно Я сегодня Перчатку Даже И не надевал На левую руку Ну а про правую Я не говорю Правая На такой рукояти Она просто Отдыхает Но сейчас Я на всякий случай Подстрахуюсь Потому что Случаи разные Бывали Так Как вы знаете У нас Достаточно Такой плавный Заход Кромки Еще Стоит Скажут Жулик Поправил Отперчатку Ну вот Смотрим Как я Своими Подслеповатыми Глазами Вижу У нас кромка в отличном состоянии И это я вам могу сказать, друзья Невероятный успех Я очень рад, почему? Потому что нож стоимостью По большому счету в никакую стоимость Совершенно бюджетный нож И он показал себя, ну просто феерично со всех сторон То есть действительно, если мне не изменяет память Там что-то 30 плюс долларов или евро 30 с небольшим евро стоит нож Да, здесь, кстати говоря, забыл сказать, что после кухонного теста Легкую щетинку дала рукоять Именно, ну вот как обычно бывает И буквально чуть-чуть пожмакал в руках И она пропала То есть это не была какая-то критичная именно щетина А вот такая вот слегка немножко сыграла И она полирнулась рукоятью буквально Не рукоятью, а рукой буквально сразу полирнулась Ну давайте посмотрим на бумажку Бумажка у нас немножко здесь намокшая Опаньки! Не слушай, что папа говорит Обалдеть! 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 Видел? Просто раз как по воздуху Раз и все! Вот это да! Это, ребята, фонд даже не золотой Это фонд платиновый За абсолютно вменяемые деньги Биверкрафт Тулс вам предлагает Небольшого хайкингового туриста Который, как вы видели Да, вначале там первые 10 минут съемок Это было просто мучение вокруг полена Но суть в том, что Несмотря на все прогнозы И несмотря на мои личные какие-то ощущения Кромка у нас не полетела Ни на оливке, ни на дубе И я вот так вот, если припомнить Настолько чистые разрезания бумажки после теста Это буквально вот считанные разы такое было Шикарнейший нож Отличнейший проект И я очень надеюсь, что Ну углеродка, да Трусы и нож должны быть чистыми и сухими Да, то есть в этом смысле Безусловно, надо следить Но в общем и целом, конечно, огромные молодцы Просто полнейший, полнейший восторг Спасибо за просмотр Всего доброго, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok